Добрый день, дорогие друзья! В пресс-центре Комсомольской правды в Украине накануне Нового года Мария Иремчук. Здравствуйте, Мария! Рада вас видеть. И начинай. Как всегда, опоздала. Ну, бывало. Актуально снимаясь, мне сказать, извините. Много вопросов о новой песне, о «Против ветра», хорошие слова пишут, в частности, Лиза Лукина. Хочется сказать тебе спасибо за песню. Это лучшее, что я слышала в эфире украинской поп-музыки. Хотела сказать, что это круто, когда артистам пишет, это означает, что талантливое спасибо и от вас поклонится навеки. Ну, собственно, несколько слов о песне и о самом клику. Окей. Песня. Песня имеет свою историю, которая уже, скажем так, не короткая. Я написала эту песню, когда мне было 12 лет, в какие-то такие турбулентные времена в моей жизни. и когда мне было сложно, и какие-то потоки депрессии накрывали меня, поэтому вот что-то такое, эссенция из всех этих чувств, получилось тогда написать, но я до конца не понимала, наверное, о чем я пишу. Сейчас начинаю понимать, когда начинаю жить. И, ну, так сложились обстоятельства. Я, если честно, должна была снимать клип вообще на другую песню. Буквально за два дня до съемок я позвала Виктора... Здрасте. Я позвала Виктора Скороторского, нашего режиссера, и сказала ему, «Видите, слушай, на этом мы и снимем клип». Клип. Что сказать по клипу? Визуализация, опять же, очень талантливого режиссера, которая, в принципе, мне очень нравится. Естественно, не бывает предела совершенства, ты всегда хочешь что-то еще подправить, что-то еще трогать, щупать и бесконечно это все. Ну, маем еще маем, но мне приятно, что кому-то она по душе. Я, правда, слышу и читаю очень много лесных отзывов, прям не таких даже, как я раньше читала и находила по поводу моих песен. Всегда они были а-ля «Классная песня, Маш, Юля, ты супер!» А сейчас уже даже какие-то размышления, что-то... Значит, что... зацепило за какие-то чакры души эта песня. Это очень приятно. Все. Вот эта песня написана 12 лет. Я так понимаю, она долгое время лежала в столе, дождалась своего часа. Кто... Сами достали из стола или кто-то услышал, посоветовал, давай, Маша, будем выпускать классные песни? Да. Ну, нужно сказать большое спасибо талантливейшему и прекраснейшей студии 211, Виталию Телезину, который сделал аранжировку и мне, ну, ну, прям подошел он, вот, просто супер, как мне понравилось песню в работе. Ему эта песня тоже понравилась, и мы решили, что мы ее вот сделаем вот так вот. Режиссер не был в шоке, готовился к съемкам одного клипа, а тут и вдруг. Ну, был, но это частое явление, поверьте, у артистов такое бывает, что ты проснулся, а тебя гром небесный ударил в голову, и ты решил что-то другое сделать. Вот это такое. Так, следующий вопрос у нас задает Карина. Машенька, привет, расскажи о том, как видишь свой первый сольный концерт, какой формат предпочитаешь? Думаю, что первый сольный концерт я точно не буду давать на Дворце Украина для пяти поклонников. это глупо в большей степени. Скорее, в какой-то интимной обстановке, и у нас есть очень много мыслей по этому поводу в конце зимы или в конце января даже, ну, наверное, не успеем до конца января, но все-таки делать сольный концерт в Киеве. И, собственно, вложить туда все, что произошло со мной за эти два года в украинском уши в бизнесе. Но я что-то люблю еще стихи писать, поэтому с точки зрения я режиссуру мы бы хотели попробовать скомбинировать эти два, я не знаю, можно ли назвать это талантами, но два увлечения. Такой творческий вечер получится, стихи, песни, общение со зрителем. Творческий вечер. Юбилейный. Так, Дмитрий Прошин интересуется далее. Несколько вопросов. Прошел ровно год после твоего триумфа в отборе на Евровидении. Как изменилась твоя жизнь после участия в этом конкурсе? В смысле, в отборе, а в участии на Евровидении. Да, прям вот несколько дней назад уже был год. Очень жаль, кстати, что не проводят отбор в этом году и что Украина не будет брать участие. Как по мне, это неправильно и надо было бы найти какие-то пути, чтобы все-таки представлять страну обязательно, что Украина не может сходить на дистанцию. Априори, Украина должна постоянно быть победителя. А по поводу того, как изменилась моя жизнь, да, очень сильно изменилась, даже если не брать просто судотворческий аспект рабочий, то очень много внутри меня чего. Слушайте, когда я говорю меньше фоткать, а то потом вы мне распечатываете опять фотографии с каким-то таким ртом. Мама потом скажет мне где-то повешай, скажи мне. Я могу просто отрезать и так кадрирую. Хорошо. Глаза, глаза. Вот. Говорила я в Евровидении. Да, если не брать творческие аспекты. Да, естественно, это колоссальный опыт вообще. Я не знаю. Наверное, мне приходилось бы здесь и здесь идти к тому, к чему я пришла морально. Ну, наверное, мне надо было бы идти пять лет. что за полгода в ускоренном темпе я научилась и я увидела. И вообще всем советую, у кого есть какие-то мечты артистам, начинающим и не только, записывать туда, где-то в первые пункты конкурс Евровидения, если вы хотите правда вырасти и правда, ну, конечно, если вы хотите представить со стороны достойно. Поэтому очень много у меня было сомнений, правильно ли я это сделала, вовремя ли, ведь мы все понимаем, что это был специфический год и, пожалуй, самый трудный во всех аспектах, в плане Евровидения в том числе. Но все, что не делается, делается в Китае. Второй вопрос. Какая твоя самая большая кулинарная победа? Да. послушается. Я такое последнее время вообще удворяла, что... Ну, все деньги в инстаграм. Да, это такая малая часть. Это всего лишь маффины, маффины такие маленькие какие-то с тыквой. У меня тыква это вообще must have, короче, в каждом блюде практически. Я очень люблю тыкву, особенно тыквенный суп. Лучше. Забайся. Вот. А если говорить о самом большом кулинарном шедевре, то... не знаю. Ну, вообще нравится готовить, да? Ну, это дело настроения. Причем, нравится готовить мне раз в полгода где-то. У меня такой период в неделю длиной. Ну, то есть, но когда у меня есть хорошее настроение, то получается вроде хорошо. Кстати, насчет маффинов. Здесь кто-то писал, они такие же вкусные на вид, как на фотографии. Удались ли не твердые, или как камешки? Вот как-то так. Пока не естественная вопрос. Ну, не знаю. Когда я пришла домой, мама моя была еще здесь в Киеве, она, оказывается, половину скормила моей собаке, что очень тронуло и ранило мое сердце зубкое. Это очень обидно. Но вроде все довольны. Никто не повредил зубы. Особенно собака, да? Так, еще один вопрос у нас от Дмитрия. В будущем ты бы хотела поэкспериментировать и записать хотя бы одну песенку в необычном для тебя жанре. Возможно, рок или рэп, почему бы и нет? Я очень люблю читать рэп. Да? Да. Да. Где-то можно о том писать? Или это так, для себя? Ну, это так, для себя, скорее. Я не думаю, что... Не, ну, может быть, попробую когда-нибудь, чего нет. Рок, рок мне очень нравится. Да, буду когда-то что-то пробовать. Сейчас у меня мне очень нравятся современные электронные стилы музыки и что-то такое пытаемся делать. Вика, интересуется, как ты относишься к своим фанам из Крыма и России? Я вообще лояльно отношусь ко всем людям из Крыма и с России. Мне кажется, что-то это такое уходящий надеюсь в прошлое момент, который мы все забудем или же он просто будет где-то там в уголках памяти. Мне кажется, что сейчас это кажется катастрофой, но простые люди, простые граждане они на самом-то деле не так друг друга ненавидят, как это пытаются показать СМИ. И в принципе у меня много друзей из Крыма и из России. Есть, конечно, какие-то моменты, о чем можно поспорить, но я не скажу, что мы друг друга ненавидим или готовы съесть и тому подобное. Мне кажется, что это просто такой вот кусочек времени, истории наших обеих стран, который, я надеюсь, просто канет вечности все будет еще хорошо. Коля Псих помню такой ник? Псих, помнишь? Я в прошлый раз Психа был Псих, помню такого. Привет, Машунка, это снова я, Ха-ха. Будешь. Где планируешь отмечать Новый год, интересуется? Буду работать. Есть уже, да, предложение? Ну, как бы неделя осталась. Отлично, когда ваши артисты встречают новый год как артист. Ну, да. Хотя, я очень люблю встречать семью. А на Рождество? На Рождество однозначно. Дома. В прошлом году я была в Израиле, в Иерусалиме, на Рождество. и, как по мне, это очень удачный вариант поведения этого праздника. Мы же любим очень в Карпатах, там, на Западной Украине, потому что это все очень особенно и очень магически. И наши традиции, конечно, не сравниваются с какими другими. А есть же какая-то семейная традиция, да, что традиционно семью каждый год делаете на Рождество? Готовите определенное блюдо, как-то встречаетесь? Курчум, понятное дело, все еды. Мы любим календовать. Ходите, да? Да, очень любим. Если есть снег, просто последние годы нет снега, много, достаточно, мы садимся на Фиру. Фира это две лошадки напряженные в трассу спортсмены а-ля что-то в этом роде. И едем календовать именно на вот этой эфире. К друзьям познакомиться, Ну да, познакомиться, и везде конечно тебе нальют, тебя накормят, и редко что мы запоминаем, конечно. Сам процесс нам все нравится. Какой ждешь подарок на Новый год? интересуется кодек псих. Знаете, я уже даже и боюсь что-то хотеть. Хочется просто спокойствия. И чтобы то, что пожелаешь, оно сбылось. Аналит День Святого Николая. Что-то было под подушкой? Под подушкой? Нет, но Джи моя собачка стала другая вместе поляна. Тобачку подарили, да? Ну, да. Временем раньше чуть не было. Еще вопрос. Расскажи побольше о твоих банах на сольный концерт, где планируешь ее провести? Говорили? В Киеве, да. и потом информация. Да, вопрос о Джи. Как дела у Джи? Планируешь ли возить ее на собачьи выставки? С нетерпением будет концертов. Береги себя там, молодчинка, ты все курит все. Собачку, да, советуют. Знаете, я не могу ходить спокойно выгуливать ее, поскольку у нее толпа фанатов гораздо будет пошире, чем моя. Она действительно очень красивая. И все прям ее дают нам проходы. Эти поклонники под окнами, эти косточки, которые встречаю бантиком, вязаные под дверью для Джи со временем. Ну, не знаю, насчет выставок я скорее просто отношусь к ней как члену семьи и не более. В плане это не хобби и тем более не бизнес какой-то. дела лучше и хорошо. Андруша интересуется далее. Как считаешь, стоит ли поклонникам ближе знакомиться со своим кумиром или не стоит развенчивать созданный образ? И среди твоих поклонников есть ли те, кто стал в процессе друзьями? в процессе общения? Могу сказать, что да, но есть разные категории друзей есть прям близкие близкие есть хорошие знакомые есть те, с кем ты часто общаешься те, с кем я часто общаюсь есть такие и вообще мне повезло потому что у меня хорошие люди поклонники и для меня удовольствия заходить в группу ВКонтакте и смотреть читать что они там пишут Ну кстати тут обижаются что не отвечаешь на сообщения в группе ВКонтакте или все-таки отвечаешь не так часто Отвечаю не часто Времени нет Друзья поверьте у артистов действительно плотный график А что же касается совета насчет того стоит ли покойникам сближаться к миру стоит ли сильнее ближе приближаться к частной жизни Ну тут только человеческий фактор играет роль поскольку в другом может артист это человек и публичный человек это все же человек поэтому может сойтись что-то и это все судьба мне кажется когда люди встречаются находят общий язык интересы дружат и тому подобное какие-то неадекватные покойники вашей карьеры встречались он был один и что что делал ну расскажу что уж это было еще до голоса страны до того как я где-то появлялась на телеэкранах я выступала в городе в Черновицкой области на дне города из того момента меня преследовал один человек по протяжении трех лет ему было 36 лет он был то ли физруком то ли кем ну что-то со спортом он писал сумасшедшие красивые стихи поначалу по 20 страниц сразу потом шли более скажем резкие откровенные какие-то вещи которые он писал это заставило нас переживать но он правда жил у нас по домам на протяжении трех лет он стал седой он даже маме моей угрожал он пел ходил на всю песни он даже купил какой-то какие-то жигули чтобы показать что у него тачка есть он крутой пацан потом он в Киев когда я поступила он приезжал в Киев под академией ходил в общем это было страшно он маме моей даже говорила какая-то гадалка сказала ему что он обязан стать отцом моих детей и в общем мне собственно было 15 лет ему 36 и мама конечно переживала я никогда не ходила одна и такое а что значит жил перед домом под домом не в палатке прям вот то где-то у соседей где-то там во дворе кентовался сейчас не проявляет интерес я не веду именно этот нет ну слава богу Саша спрашивает как происходит у вас процесс создания песен сначала появляться стихи потом языка или как это что-то по-разному ну да ну скорее всего вернее чаще всего музыка сначала потом стихи ну у меня чаще всего получается писать что-то лирическое поэтому собственно потому что я сначала пишу музыку играю что-то наигрываю а потом рождается какой-то текст когда больше в муза приходит когда весело на душе или когда наоборот дождь за окном в ночное время скорее не важно какое настроение и вообще для этого не нужно не нужно вдохновение правда что меня действительно можно вдохновить так это люди которые тоже пишут вот если они пишут и мы с ними перекидываемся всякими стишками всякими штучками меня это вдохновляет и я начинаю что-то придумывать и писать а настроение иной раз может быть даже влюбленность даже когда ты очень-очень эмоционален но не идет и все то есть я не знаю там может какие-то Марс, Меркурий, Венера что-то действует как-то так Вика пишет нам далее как ты загадываешь желание новогоднюю ночь избываются ли они возможно используешь какой-то ритуал гаданий расскажи подробнее бокал шампанского бумажки есть такой нет просто загадываешь и все ну да в принципе как по мне то для того чтобы загадывать желание а тем более чтобы они сбылись не нужно вообще не нужна новогодняя ночь то есть если ты прям что-то очень-очень-очень хочешь и это ты видишь свою цель и про это мечтаешь и строишь посылаешь в космос какие-то сигналы то оно появляется в твоей жизни в зависимости от того насколько сильно ты этого хочешь о независимости какое число на баре вот но гадания у нас есть такие традиции на Андрея 13 декабря у нас есть гадания всякие под подушку всякие височки бумажки сестра моя вот это все любила когда-то что-то такое а сами гадания сгадали когда-то ну вообще я боюсь слегка это все истории но бумажки даже такие под подушку ставила и в принципе сбывалась уууу сейчас запах